Сегодня у нас сотая рубрика в гостях у Росгвардии и в рамках этой рубрики мы пришли в гости к вам, к заместителю начальника управления Росгвардии Покорачаево Черкесской Республики Эдуарду Ансаровичу Чумаеву. Плюс вы являетесь руководителем Центра лицензионно-разрешительной работы. Хотелось бы узнать о том, об истории создания, о пути вашего подразделения, которому в этом году исполняется 55 лет. В 1969 году был Советский Союз. До этого понятие разрешительной деятельности оно было и выдавались, как вы сами понимаете, какие-то разрешительные документы, как и наградное оружие, охотничье. Но данной деятельностью в Министерстве внутренних дел Советского Союза занимались различные подразделения, то есть начиная, как вы помните, было всем известное ОБХСС, участковое и так далее. В 1969 году в Министерстве внутренних дел Советского Союза было создано подразделение, отдел именно который занимался лицензионно-разрешительной деятельностью. Я хотел бы немного остановиться на истории именно нашего подразделения. В советское время в подразделении лицензионно-разрешительной работы на уровне Министерства была группа, которая состояла из двух человек. В дальнейшем в 1999 году было создано первое отделение организации деятельности подразделения лицензионно-разрешительной работы. И первым руководителем был Левченко Владимир Алексеевич. Дальнейшим руководителем этого подразделения был Бутвинов Александр Максимович. С 2008 года, то есть в различных формах, начиная отделение лицензионно-разрешительной работы, в дальнейшем которое было преобразовано в Центр лицензионно-разрешительной работы. Потом мы с Министерства внутренних дел перешли в Росгвардию, датную службу возглавляю я. После развала Советского Союза и на сегодняшний день очень много ведется работы именно в законодательном плане. Естественно, раньше, чтобы вам было понятно, все регулировали приказы внутренних дел. Приказ, грубо говоря, на 20 страницах определял все правила, понимаете, обороты оружия. А на сегодняшний день вряд ли на 20 страницах можно даже название нормативно-правовых актов перечислить. Получитель гражданин имеет тот, кто не имеет медицинских противопоказаний. Сейчас спектр по судимости увеличен. То есть, если ранее было наличие судимости за совершение умышленного преступления, непогашенное, а также совершение тяжких, особых тяжких преступлений с применением оружия, то есть, сейчас этот спектр увеличен, то есть, наличие две судимости дает право никогда не получать разрешение. Наличие судимости погашенное или снято не имеет значения в области оборота оружия. Далее, лица, совершившие уже средней тяжести преступления с применением оружия и, естественно, тяжкие, особо тяжкие. То есть, спектр в этом плане увеличен. То есть, те лица, которые не могут по жизни получать. Естественно, во время владения оружием, если он получает такого рода наказание, он в дальнейшем не имеет права приобретать оружие. Далее, есть категория лица, отбывающих наказание, которые не имеют права. То есть, человек является владельцем оружия сегодня, а завтра он, я как уже говорил, получил условный срок для реального лишения свободы. Либо из прав работы, там, виды наказания в уголовном праве отказания, и лицу, отбывающее наказание, которое даже не находится в местах лишения свободы, он не имеет права владеть оружием. Далее, лица, совершившие повторно в течение года административное правонарушение, посягающиеся на общественный порядок, порядок управления, общественную безопасность, они также лишаются права владения оружием. Кроме того, еще есть новое введение в плане того, что лица, совершившие административное правонарушение, за которое наказание следует административный арест. Если статья это предусматривает, а человеку даже не применили данный род наказания, условно, там, штраф или арест, он также подлежит аннулированию. Бытует мнение, что какая свадьба может обойтись без стрельбы, особенно вот кавказская свадьба, где там какие-то старые традиции, видимо, но это опасно, это вокруг много людей. Я, как уже говорил, и не однократно об этом, ну, как заострял внимание владельцев оружия, на мой взгляд, лично, это пережиток, пережиток в Средневековье. Сейчас общество, на мой взгляд, находится на другом уровне развития вообще, чем сейчас никого, ничем этими вещами не удивишь, если у нас сейчас время другое, общество другое. И для чего это нужно, честно говоря, как человек, я не понимаю. Пользуясь, как говорится, случаями, возможностями, хочу поздравить наших всех и как руководство Центрального аппарата в лице Маликова Анатолия Анатольевича Дышекова Азамата Азавудиновича, который также работает Центрального аппарата. Весь личный состав наш с наступающим праздником. Главное, всем хочу пожелать мира, добра, благополучия, удачи. Продолжение следует...